Здравствуйте, коллеги! Вновь Prodexpo 2021 в эфире. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Игорь Чумарин. Сегодня будет его выступление в нашей деловой программе. Это выступление будет еще, и тем приятнее, что вначале вы пришли к нам на интервью. Здравствуйте! Это выступление еще будет. Оно называется «Пять инструментов для снижения потерь в два раза». Нам всем интересно, хотя бы тезисно, что услышат наши слушатели. Или, может быть, чтобы тоже люди, которые увидят это потом в эфире нашего YouTube-канала и на нашем сайте, тоже были в курсе? Как обычно, слушатели услышат, участники этой конференции и моего выступления, услышат инструменты для того, чтобы предотвращать потери своих торговли, для того, чтобы не допускать недостачи, для того, чтобы не допускать административные, учетные ошибки, кражи персоналам и так далее. Там большой перечень достаточно каких-то причин, которые могут быть. Но в действительности сегодня я решил не идти по такому сложному пути. Времени на выступление всего 15 минут, и я решил оттолкнуться от антикейсов, скажем так. То есть это будет галерея фотографий, показывающих те или иные проблемы, связанные с потерями, связанные с безопасностью у ритейлеров. В конкретных магазинах, скопившиеся у меня там за многие годы практики и в консалтинге, и в обучении ритейлеров и торговцев. И, соответственно, мы об этом поговорим. И посмеемся, я надеюсь, тоже. Скажите, как специалист, с годами какие-то проблемы множатся и не решаются? Или все-таки наш ритейлер в своей работе становится умнее, применяет какие-то новые механизмы, инструменты, и все-таки рынок становится все выше и выше? Хороший вопрос. В действительности многие проблемы никуда не деваются. С одной стороны, они находятся не в приоритете у торговли. То есть снижение потерь почему-то, хотя это может цифр достигать достаточно существенных высот и значений, и отъедать 30 и более процентов прибыли чистой, тем не менее, почему-то многие ритейлеры до сих пор считают, что это даже не второстепенная проблема. Поднятие продаж, снижение сдержек на первом месте, снижение потерь, допустим, на третьем месте. Хотя это не совсем верно. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, для многих рисков уже есть технологические решения, IT-решения, более жесткий учет, более однозначный, не подвергающийся манипуляциям, видеоаналитика, распознавание товаров, лиц, изображений и тому подобное. Это все должно решать те риски, с которыми было сложно справиться раньше. То есть поэтому ситуация, отвечая на ваши вопросы, она двоякая. Какие-то риски множатся и с ними ничего не делают, какие-то отходят на второй план. И более того, наверное, резюмируя ответ на этот вопрос, можно сказать так. Не все еще ритейлеры поняли, что предотвращение потерь, причины потерь и вообще управление потерями, оно не лежит в области безопасности. Но эта проблема, она неотделима от технологических процессов, от операционных процессов, от процесса продаж, обслуживания клиентов и так далее. Кто думает, что она отделима, отдает это все службе безопасности, вот это ваша проблема, решайте. На самом деле это невозможно. Нужно решать эту проблему там, где она закопана. Закопана она, собственно, в торговых процессах. Получается, вы раскрываете эту проблему и даете инструмент, чтобы наши ритейлеры правильно посмотрели и решили эту проблему. И они могут, наверное, к вам обратиться за какой-то экспертной такой оценкой их деятельности, да? Да. Мало того, что понятно, есть какие-то конференции, на которых я выступаю, но это достаточно такой жанр популистский. Понятно, что там не разложить все системно за то время, которое обычно выделяется. В основном, конечно, это консалтинг и обучение. Обучение, ну, в консалтинге что? Я показываю, какие риски у вас есть. То есть изучая все технологические процессы, которые есть на объекте, то есть в магазине, там, гипер, супер, неважно, или на складе, говорю, вот у вас такие риски есть, за которыми могут следовать потери. Ну, скажем, для диагностики одного объекта, ну, одного магазина, это может занимать там 3-4 дня для того, чтобы все посмотреть на месте, все абсолютно 100% технологических процессов там проаудировать, да? И, соответственно, там клиент получает отчет, где все риски описаны и даны рекомендации, конечно, на их решение. С соответствующими инструментами, да? Или в обучение, то есть я и обучаю этим инструментам, и консультирую, и работаю по найму, и заказываю услуги других специалистов безопасности. То есть я как бы в разных ипостасях, мне это помогает быть в курсе всего, что происходит. Правильно ли я понимаю, что, грубо говоря, изучая эту проблематику и давая такой инструмент нашим ритейлерам, мы за какие-то определенные деньги, с одной стороны, которые пошли не в убыток, но как бы в расход, мы помогаем ритейлерам сэкономить гораздо больше? Безусловно. Ну, самое дешевое решение проблем, которые еще не наступили, это предотвратить их. Понятно, потому что, когда проблема наступает, ущерб больше, мы начинаем тратить, кроме того, что ущерб уже нанесен, тратить на поиск виновных листов, на возмещение ущерба, все ресурсы условной безопасности туда направлять, и тратить там 100 рублей, хотя мы могли за рубль предотвратить эту проблему. Вот об этом речь идет, собственно. И именно это называется уже лет 30, вообще в мировом ритейле, ну, наверное, не 30, уже там, под 40, предотвращение потерь, как самый эффективный и самый, конечно же, дешевый способ управления будущими проблемами, чтобы они не случились. Это сложно продать, потому что многие ритейлеры, торговцы, скажем так, ну, проблемы нет, а что решать-то, как бы, ну, понятно, когда она будет, будет поздно, но у нас же Словенин такой. Это как у врача, легче диагностировать заранее, и профилактика лучшее лекарство. Ну, мы же по врачам ходим, когда уже, опа, где-то чего-то, а не то, что, вот так, сколько мне там, 40, там, или 50, а надо пойти, да, фиг там. Надо было гораздо раньше. Спасибо большое, мы желаем вам удачи сегодня на выступлении, надеемся, все больше профессионалов нашей индустрии прислушаются к вашему кейсу и будут понимать, что решение проблемы заранее гораздо дешевле, чем решение постфакта. Спасибо, и вам удачи.